привитос привитос застыла значит пока подписчикам сообщают что в эфире мы по-прежнему вещаем на маленькую аудиторию но на youtube заливаем и там уже видео остается и можно будет мало ли кто найдет найдет его полезным будем благодарны за всякие лайки подписки и так далее наш канал мой канал у меня два канала арт-финансы и арт-антистресс меня зовут анастасия бочкарь все соцсети они одноименные и сегодняшняя тема анти жизнь в кризис кончилась или только начинается как-то так короче говорим про всякие там финансовые штуки он наш спикер как раз присоединился привет да сейчас я расскажу пока кто мы есть почему я в шарфе потом скажу значит консультанты методисты я тебя вызову сейчас через пять минут окладно чтобы там не сидела зря сейчас расскажу кто мы значит мы консультанты методисты по финансовой грамотности мы потому что мы как бы с мужем ведем этот проект меня первое образование финансы и кредит в принципе спикер которого я приглашаю сегодня в эфир моя одногруппница то есть пять лет отсидели сидели за одной партой можно сказать вот ну дальше наши пути немножко разошлись у меня больше в творческую деятельность она организовала свою компанию и работает бухгалтером уже ну в общем то фактически после выпуска то есть это очень уже много лет вот мы я лично мне интересна тема финансов по-прежнему и я поняла что эта тема востребована и она довольно таки не охвачена в творческой среде поэтому лично моя аудитория это творческие люди и также как бы молодые семьи они иногда как как и мы свое время они сталкиваются с проблемами глупыми скажем так которых можно избежать вот и поскольку сейчас довольно много всякой информации в сети просто ее нужно правильно находить и правильно использовать то вот собственно этим я и занимаюсь будущем планируется построение онлайн-школы на эту тему вот какая-то часть информации конечно будет свободном доступе несмотря на то что ее много напоминать его финансовой грамотности я не считаю что лишнее да то есть нужно об этом говорить снова и снова вот сейчас я буду вызывать в эфир спикера и попутно рассказывать да то есть я хочу поговорить о каких-то пунктах да что делать в кризис и что не делать потому что сейчас у нас на дворе 2020 год кризис не первый на нашей памяти я помню что мы в институте когда был девяносто восьмого года кризис но поскольку мы тогда учились нас это сильно особо финансовом плане там родители отдувались да еще но мы на эту тему писали очень много всяких работ рефератов докладов есть тех пор после но вот это тот который я как бы осознанно помню девяносто восьмой да и дальше как бы еще были кризисы они повторяются периодически без кризисов жизнь так же как в принципе без конфликтов она не реальна то есть конечно хотелось бы жить в райской сказке но это не так это как бы правда жизни в том что кризисы были кризисы будут и ни один кризис не похож на другой каждый раз что-нибудь да новенькая нас ожидает но есть какие-то вот основные базовые принципы да как себя вести как подготовиться и как выйти например из нынешнего положения что делать а что не делать сейчас будем пробовать разбираться и еще раз сегодня не лекция лекция будет как бы там отдельно вебинар будет отдельно вот и тоже будет привет костя оля это у нас наши друзья из израиля они тоже у меня были в эфире кто вдруг потом к с комментариями да посмотрит добавляйтесь и на костю тоже подписывайтесь и на анну подписывайтесь мы люди такие больше оффлайн то есть принципе и карантин нас тоже заставил выйти и говорить больше о себе потому что ну наша аудитория мы привыкли говорить с людьми так глаза в глаза скажем так и не пишем о себе и в инстаграме там вот эти все красивые фотографии когда делают да там когда короче это так заморочено вот но тем не менее как был многолетний опыт он никуда его не денешь опыт начинает давить на мозг и реальность тоже подгоняет хочется ее поделиться вот надеюсь как бы и я там дисциплинируюсь что-то буду писать вот хотя мне проще так выходить в эфиры и разговаривать с людьми и вебинара вести чем регулярно там по пять копеек писать и может быть наши спикеры тоже будут на свою тему говорить вот так зову анну и сразу буду как бы в эфир с гостем ожидание анны ой нарядилась ты почему-то пропала я переключу камеру шарфе потому что я обнаружила интересную особенность когда учащают сообщения онлайн идет нагрузка на связки у меня уроки четыре раза в неделю онлайн ну я там как бы больше слушаю но все равно вибрация от скайпа она бьет по связкам и стали больше говорить тренировки вести и короче профессиональная болезнь поэтому я готова больше слушать пока вот но но в шарфе я кстати тоже могу на целой коллекции вот ну ты сегодня у нас про физиков я про юриков да скорее всего поэтому давай команду я подготовилась даже хорошо про физиков физики и юрики сначала что это за терминология да физические лица и юридические лица юридическим лицам я также понимаю индивидуальных предпринимателей то есть они являются физическими лицами без образования юридического лица но так как им необходимо сдавать всю отчетность то я их записываю в юриков это терминология да да это про вообще про тех людей которые казалось бы должны быть основой экономики я бы так сказала ну значит я живу в вильнюсе сейчас какое-то время но мы не прекращаем отношения с российским нашим подданством конечно же и я просто сейчас вижу что скорее всего вытаскивать будут ну как бы пишут про предпринимателей да но будут как бы акцент делать опять там на бюджетниках и на государственном секторе что у меня такие ощущения ты согласна ты имеешь ввиду по поводу вытягивания именно поддержания ну я наверное сказала бы насколько я вижу это со своей стороны у меня опыт работы с малым бизнесом то есть вот как раз эти ипэшники то есть это больше компании которые основаны для выживания самих компаний семей может быть каких-то наемных сотрудников небольшого количества чаще всего это 20 человек в штате то есть это да это те люди которые обеспечивают себя сами фактически они сидят на на шее государства и при этом еще дают рабочие места кому-то другому мне кажется что очень важно чтобы государстве был малый бизнес потому что честно говоря даже не представляю как иначе можно выживать ну если только вот качая нефть да которая как показывает практика не дает нам хороших социальных условий вот и малый бизнес сейчас уже давно на самом деле не только вот с этим кризисом мне кажется уже несколько лет давится ну прям затягивают пояса все туже туже придумывают какие-то новые налоги какие-то новые обложения и такое чувство что малый бизнес не является интересным для нашего государства и его хотят загнуть чем быстрее тем лучше несмотря на то что у нас есть очень хорошие предложения с точки зрения обложения налогом вот мелких предпринимателей да и вот самозанятые которые сейчас якобы появились но это у нас отдельная тема а вот у предпринимателей у нас одно из лучших налогообложений в мире пожалуй но при этом они настолько мелкие что такое ощущение вот и государство даже не понимает о том что подобный мелкий бизнес может существовать потому что некоторые конечно законодательные акты немного странные ну вот в сфере работы сталкиваешься и кажется что вот те люди которые ну живут не знаю там с маленькими оборотами и там они бывают совершенно разные это бывает 200-300 тысяч в квартал там и ну не больше 50 миллионов в год ну вот по практике это при том неплохой такой хорошая средняя компания но при этом по градации наших законотворцев микробизнес если малый бизнес у нас идет до 800 миллионов в год обороты ну то есть это какие-то нереальные цифры ну нереально вообще ну для вот моей практики более 16 лет я вот рядом не встречала кого-то ну я имею ввиду что несмотря на то что у меня большой все равно поток клиентов я в основном один гораздо-гораздо меньше вот ну а в связи с кризисом поддержки конечно никакой от слова я бы сказала совсем то есть раздувают очень много кричат очень много но вот если взять мою клиентскую базу то у меня пару человек попадает вот под эту поддержку по 12 ну то есть может быть слышала ты про компенсацию на каждого сотрудника по 12-130 тысяч рублей ну во-первых сразу сказать что в Москве уже много лет обязывают платить всех работодателей минимальную зарплату у нее так называют мрот у нас есть мрот как бы российский да 12-130 рублей и есть мрот московский он там 18 тысяч каждый раз цифры увеличиваются я честно говоря девочки у меня за этим следят вот и несмотря на то что в Москве у нас мрот 18 тысяч компенсацию выплачивают по общему но это так всегда и заведено то есть требуют у нас налоги с одной суммы а когда дело касается возврата этих налогов то суммы совершенно другие для расчета используются это ну очень некрасиво на самом деле и сильно не нравится вот и компенсация вот эта 12 подмосковь это весь регион не знаю я скажу за москву скорее всего в подмосковье другое будет не могу сказать вот по поводу мрота москва как в подмосковье может и подмосковье не могу сейчас сказать у меня действительно мротом непосредственно контролированием его занимаются девчонки вот и я в подмосковье у меня мало подмосковных компаний так это эти деньги еще попробуй добейся правильно да так вот по поводу этих компенсаций я просто к тому что было же очень много всего как бы озвучено но все вот это вот как бы озвучено оно озвучено для каких-то довольно крупных компаний да которые безусловно являются нуждаются в помощи но опять же очень крупные компании мы знаем кому принадлежат да поэтому только руку что это с рукой формит греет поддерживает вот второй момент то что в крупном бизнесе я не знаю как это работает возможно что там такая же ситуация как и в мелком то есть говорится о многом а на деле ничего не получается насчет мелкого вот поддержка 12-130 там соблюдаться должно несколько условий то есть мало того что это дается не всем хотя сейчас все попали в ситуацию кризиса и все сидят дома и очень у многих компаний нет возможности работать а нужно же кормить своих сотрудников а как кормить сотрудников если люди не получают деньги ну то есть это очень сложный момент и компенсация хотя бы такая но она мизерная понятное дело что зарплаты в 12 тысяч нет ни у кого особенно в москве но тем не менее даже она дается не всем то есть она дается во первых пострадавшим видам бизнеса и к этим видам бизнеса у нас относятся ну из моих вот товарищей попали только дополнительное образование у меня есть компании которые держат детские центры и вот да мы надеемся по ним эту льготу получить у них действительно есть преподаватели эти преподаватели действительно остались сейчас без работы они сидят дома то есть и безусловно хотя нет они все пошли перешли практически все на дистанционное обучение но тем не менее то есть эта льгота она нужна всем очень сильно нужна ну вот хотя вот преподавателям я надеюсь нам дадут но так по видам скажу сразу пробегусь то есть это авиаперевозки грузоперевозки это льготируемые компании которым эта льгота может потребовать которые могут надеяться и получить культура организации развлечений физкультура на здравительные центры ну это вот фитнесы гостиницы общественное питание вот доп образования конференции выставки бытовые услуги населению это ремонт компьютеров бытовой техники стирка химчистка парикмахерские салоны красоты и здравоохранение также розничной торговли неподовольственными товарами но там везде ограничения я по ограничению уже не буду пробегаться вот по розничной торговли мне сначала понравилось я думаю ну здесь ты здесь то уж ну как бы нет там тоже есть ограниченный перечень в основном это торговля авто мотоциклами крупногабаритами какими товарами то есть это все ориентировано в основном на крупный бизнес ну то есть мелкому бизнесу ну вот как-то поддержки нет ну то есть она ну ее нет вообще никакой и для того чтобы получить эту льготу у вас еще должно быть выполнено несколько условий тоже интересных то есть на 1 марта не на не на момент получить льготу можно кстати с 15 мая за апрель и с 15 июня за май то есть всего два месяца но при этом на 1 марта у вас не должно быть долгов то есть по идее ну сделайте такую льготу например что да вы можете 15 мая подать заявление но при этом на 15 мая у вас не должно быть долгов тогда клиент сможет выбирать долг притом должен не превышать 3 тысячи рублей предположим у человека пени набежали да пени это такая вещь которую ну честно говоря очень часто ее налоговую еще придумывают я неоднократно сталкиваюсь с ситуацией когда у нас все платится в срок но при этом рисуются интересные цепки непонятно откуда и если у компании более-менее какой-то оборот то 3 тысячи пени это реально ну вот у многих может быть а пени на пени не начисляются они через какое-то время списываются сами со счета организации поэтому многие вообще их не сильно контролируют то есть такой сюрприз может быть даже если вы все платите хорошо что у вас там 3 тысячи пени набежало так вот вы не можете их погасить чтобы получить льготу у вас должно быть все погашено было на 1 марта на 1 марта двадцатого года то есть очень интересный пункт который ну если у тебя наверное есть какая-то мысль почему он был придуман то озвучивай но я вижу в этом только одну мысль уменьшить количество компаний которые смогут ну это хитрая воронка такая очень хитрая а задним числом не будут менять задним числом нельзя оплатить то есть нарисовать пени налоговая задним числом может мы же задним числом самопостановление а самопостановление или нет не поняла вопрос а рассказываю ситуацию у нас в вильнюсе я просто читаю желтую прессу скажем скажем так дэлфи ру если кому интересно там как дела в вильнюсе можно читать на русском языке тут полно изданий на русском вот у нас ввели я бизнес не знаю то есть меня физики интересуют действительно самозанятым компенсацию по 257 евро вот за период ну пандемии да цифры они там вот там можно найти в статье и люди как бы подают заявление это выплачивает содра как социальное пособие ну как у нас социальный такой фонд а но значит люди столкнулись с тем например это только самозанятым выписали но потом начались статьи то есть например человек работает переводчиком в бюро переводов ему он остается без заказов без работы он не самозанятый то есть как бы не это у него есть трудовой договор да но он тоже сидит без денег и тогда деньги не платятся и там объясняют то есть эти 257 евро ты можешь получить только если у тебя нет трудового договора не не значит что у тебя нет дохода в этот период и как то вот людям это не понравилось но у нас вроде как бы обратным числом там сказали что нет будут рассматривать эти случаи тоже вот но я бы ни одного человека лично пока не знаю ну кто бы тоже получил у меня уже знакомая да женщина которая сейчас сидит дома с ребенком и она лишилась работы не знаю как она там будет решать вот мы там периодически с ней встречаемся вот но но у нас по условиям ну то есть нет ну у меня создается ощущение по крайней мере что о людях пытаются думать то есть цифры пишут да что компенсации выдают бизнес тоже подается на компенсацию но я этот вопрос не разбирала но государственных здесь предприятий не знаю ну здесь по другому структура экономики мне кажется устроена то есть у нас все равно как бы ну есть смешанный бизнес да то есть как бы европейские компании здесь ну короче не буду говорить потому что я не знаю макроэкономику литовскую конечно вот ну у нас условия это еще не все да есть еще условия ну то которое я считаю ну наверное правильным это то что количество сотрудников уволенных должно быть не более десяти процентов то есть дается эта льгота тем кто не уволил своих сотрудников а также так это невозможно десять процентов это у тебя если два человека это что одну про компанию у которых два человека наше правительство не знает ну то есть зарабатываешь только они платят управляют твою левую руку она и ногу десять процентов можешь не ходить ну почему например если десять человек у тебя работает да и одного например ты уволил то все ты уже льготы лишаешься пять ну два три нет там же если ты уволила больше десяти то ты лишаешься то есть по идее направлено на то чтобы ты как раз всех оставил всем платил зарплату там по тридцать сорок пятьдесят тысяч рублей да в зависимости от компании но при этом тебе государство так уж и быть значит со своего широкого плеча даст 12-130 может быть если ты сможешь попасть в эту воронку я просто к тому что я сейчас интересуюсь от знакомых ситуации за границей ну вот у тебя сейчас не очень пока получается да ну то есть там как то я смотрю у вас не сильно хорошие льготирую льготы идут но вот с другими странами общалась там есть ну государство доплачивает зарплату то есть как бы говоря до 80-90 процентов в частности в Австрии зарплата доплачивается государством то есть если человека перевели на удаленку и сделали ему например зарплату 30 процентов то до 90 процентов оставшиеся платит государство если человек например работает на удаленке на 100 процентов то значит как бы ему платит компания если же вдруг компания не может платить то вот эту стоимость твоей зарплаты количество твоей зарплаты которую ты лишился тебе доплачивает компенсирует государство в той же Америке сейчас как бы говорить это такие новости знаешь как голубь принес потому что если есть интерес в Фейсбуке есть группа например налоги в Германии бизнес в Германии по-русски так набираешь то есть там живые люди которые работают там у них можно спрашивать как это в реальности происходит это в реальности то есть это не просто поставить где-то прочитанное это рассказано человеком работающим в Австрии то как у него происходит как бы в его компании на уровне законодательства австрийского то есть это как бы ну не голословно сказанные вещи вот по поводу наших же условий и еще одно из условий есть это то что компания должна быть включена в реестр малого предпринимательства и здесь у меня возникло конечно недоумение потому что у нас в законодательстве налоговом прописано какие по каким критериям компания становится субъектом малого предпринимательства то есть вот если в компании соблюдаются определенные критерии там до 100 человек до 100 миллионов если не ошибаюсь основного средства до 800 вот миллионов оборота ну еще там что-то еще если не ошибаюсь влияние этих юридических лиц в уставном капитале то есть есть определенные критерии четко прописанные в законодательстве и вот если у тебя вот эти критерии то ты субъект малого предпринимательства точка а есть еще реестр субъектов малого предпринимательства то есть это такой ну скажем книга куда ты вот этих субъектов записываешь когда-то много лет назад когда я изучала этот вопрос я поняла что быть непосредственно записанной в этом реестре нужно только если ты хочешь получить какую-нибудь там ну не знаю дотацию от государства которая тебе потом 10 раз дороже стоить в общем и как бы проанализировав я поняла что нет надобности как бы контролировать свою запись запись моих клиентов в этом реестре потому что толку от этого никакого нет то есть ни горячо ни пусто ну вот как бы это как бухгалтер может быть состоять в реестре платить каждый год определенную сумму денег за то что он в этом реестре а может не состоять то есть законодательно это нигде не прописано гарантии каких-то знаний полномочий это не дает и соответственно ну как бы зачем так вот а теперь еще одним условием является именно запись в реестре запись это делает налоговая попадают ли в этот реестр все субъекты которые относятся по своим характеристикам в реестр я не знаю но как понимаешь это еще один способ контролировать сумму выплаченных денег что касается льгот это что нам показали это отсрочку по декларациям спасибо и за это ну это как бы типа работать же мы не можем да но знаете вот мы благословно дадим вам отсрочку отсрочка это не значит что твои платежи отменяются абсолютно платежи но на них возможно не будет начисляться пени если не придумают налоговое что-нибудь там новенькое о ну здесь какие-то какие-то гарантии никто конечно не даст я могу сказать что по ндс они не дали отсрочку то есть они просто вот эти вот каникулы ну то есть у нас же в нерабочие дни мы вроде как ну налоговое не работает и вроде как по логике да ну и в законодательстве прописано что переносится то есть если например день сдачи отчетности попадает на воскресенье да то он переносится на понедельник ну это общепринятая практика но сейчас у нас тоже как бы не совсем нерабочие дни то есть у нас как бы нерабочие дни с выплатой зарплаты очень непонятная новая характеристика никто ничего толком не может понять и честно говоря и в семинарах которые я слушала консультантов гаранта и то что читала и то что общалась с бухгалтерами много расхождений например по тому же ндс по ндс не дали отсрочку так по всем налогам почти дали там до июня до конца июня до июля возможность задачи декларации до первого там разные налоги по-разному но социальный налог в частности рсв за первый квартал это расчет по взносам по сотрудникам зарплаты фсс это фонд социального страхования тоже зарплаты сотрудников и ндс мы должны начислить и заплатить до 15 мая то есть фактически отсрочки как таковой не дали просто дали нам вот с 12 мая 3 дня до бухгалтерам на расчет этого ндс то есть опять же ситуация с бухгалтерами ладно я очень люблю автоматизировать процесс максимально и у меня реально хорошо сделана автоматизация очень многих из моих процессов у меня онлайн бухгалтерия вся в облаке у меня сдача отчетности вся в облаке то есть фактически мне было легко сделать то есть единственное что мне нужно было это девочкам принтеры раздать чтобы они могли при надобности печатать там необходимые документы все остальное мы спокойно смогли перейти в домашнюю работу дистанционную а как давно я перевела на онлайн формат что что как давно на онлайн формат себя перевела свою работу свой офис я свой офис сразу как нам сказали что нельзя будет выходить вот в пятницу я у меня ты уже работала то есть до этого кризиса у меня безусловно был офис и у меня сидел сотрудники сидели в офисе но все что мы делали мы делали на онлайн в онлайне да ну то есть в офисе они сидели для как бы порядка ну это сколько лет вы уже работаете все таки онлайн лет шесть пять-шесть давно но я знаю что это есть люди которые следуют такой 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 же технике технологии но очень многие еще бухгалтера привязаны к к системнику к этому компьютеру и вот у них просто нет технической возможности у многих перевести свою работу домой ну то есть хорошо если это один бухгалтер компании да он взял вот этот системник и перевез домой а если это несколько бухгалтеров вся информация вот на этом системнике быстренько сделать так что все смогли из дома подключаться работать но это нужен программист у малого бизнеса может не быть денег на программист программист должен приехать карантин запретил приезжать то есть это очень много сложностей я уверена что многие бухгалтера столкнулись с тем что сложно работать и кстати законодательно у нас не определена сдача отчетности компаниям которые не на НДС то есть даже ту же отчетность многие могут посылать по почте либо относительно налоговую это прописано законодательстве многие вообще балансы и каким образом мы должны мы бухгалтера должны сделать сложнейший отчет по НДСу где должны быть прописаны все счета фактур в электронном виде ну как бы сданы они правда НДС дается электронно за три дня то есть фактически ну нам же дают каникулы мы же не должны работать были до 12 мая это же законодательно прописанные каникулы то есть встречаться с клиентами нельзя подписывать заключать документы нельзя подписывать декларации с клиентом нельзя я ни с кем не могу встречаться ну не я предположим другой бухгалтер я не могу ничего делать ну там тот же другой бухгалтер но при этом с 12 мая по 15 мая подготовь НДС и сдай его где логика ну как бы это логика как если ты из трех человек 10% не можешь уволить я посчитала это ноль целых три десятых не ну там же имеется в виду что ну то есть да у нас то что сейчас происходит безусловно очень как-то грустно становится потому что ну одно дело когда мы там сидим москвичи и кричим что вот там парковки слишком дорогие да и народ наглеет другое дело когда весь мир погружается очень сложное действительно сложное положение и у нас вместо помощи государству включают камеры которые заполняют бюджет вот этими штрафами теперь за выезд ну классно да тот кто сидит на камерах он потерял деньги с парковок но при этом он теперь получил деньги с штрафных санкций у него с потоками все нормально но давить людей в такое время ну некрасиво неприятно на самом деле очень неприятно хотелось бы как-то надеяться слушай а вот я сейчас просто тебя слушаю на какое-то время просто закрыть ИП и все то есть ну как бы это же можно сделать через госуслуги раз и закрылся до лучших времен потом оформился сначала или ты должен уже все равно за этот период что-то там выплатить ну смотри во первых я ИП как ИП мои как бы обязательные платежи это вот эти 35 тысяч пенсионный фонд то что мы платим в обязательном порядке то есть фактически я как ИП сэкономила бы за эти два месяца ну вот поделить 35 на 12 умножить на 2 ну сколько там получается 4 тысячи 6 тысяч да примерно плохо считаю нет? я бухгалтер все понятно все нормально вот и это как бы вся экономика 5 тысяч 833 это за 2 месяца 5 тысяч 833 да но при этом для того чтобы закрыть компанию и открыть новую ну ИП закрыть и открыть это ну надо хорошо крови там пососутся то есть там нормально во-первых это я думаю нельзя сделать дистанционно потому что мне нужно как минимум сверки с пенсионным фондом с ФССом а они не дают это онлайн да у меня сейчас есть клиент у которого который ликвидируется и он сам находится вообще в Америке и вот мы не можем сейчас по нему получить сверки потому что для того чтобы получить сверку даже с налоговой ему нужно он назначил ликвидатора ему нужно на этого ликвидатора на его папу который в Москве оформить как бы сертификат электронной подписи для того чтобы просто старый перестал действовать чтобы сдавать отчеты ну и соответственно получать сверки для ликвидационного баланса а получить подпись мы не можем потому что он пенсионер он не может поехать в этот СБИС в систему которая дает подпись а они не могут к нему приехать потому что он пенсионер он соблюдает карантин ну и собственно ну то есть ситуация безвыходная я звонила в компании я пыталась выяснять нельзя ли это сделать дистанционно ведь мы находимся у нас сейчас счета открываются дистанционно у нас сейчас суды ведут дела дистанционно почему нельзя получить электронную подпись дистанционно нет нельзя несмотря на то что все имеют электронную подпись в госуслугах подтвержденную личность нельзя это все не связанная система короче ну все нормально в общем все как всегда так вот и вот то есть куда не плюнешь везде какие-то припоны которые совершенно бестолковые ну совершенно бестолковые не связаны друг с другом ну то есть вот этой рукой мы там как бы даем а этой шлепаем слушай а вот если вернуться к общей финансовой грамотности то есть смотри я посмотрела опять таки читаю то что происходит у нас то что происходит в мире в принципе очень большая часть людей она живет без подушки безопасности без резервов и вообще не задумывается о том чтобы формировать я не говорю про фонд форс-мажора я говорю вообще про подушку безопасности да то есть это те деньги если вы лишаетесь работы вы можете 3-6 месяцев прожить ну без них бизнес есть люди которые ну в принципе как-то вот до этого момента думали и у них есть эти резервы какие-то ну все на обороте живут во-первых об этом пожалуй никогда не узнаешь потому что все равно так как бизнес у меня у моих клиентов он все-таки частный то есть по большому счету бизнес держится на одном человеке то есть вот есть директор и вот это бизнес то есть директора не будет бизнеса не будет но это особенности малого бизнеса когда небольшая числость когда компания привязана к личности когда договора все это личные контакты и поэтому что там у этого директора на личных счетах конечно же не моего ума дело я пока не могу сказать вот непосредственно как это будет у моих клиентов да потому что в принципе как я смотрю мне очень нравится как они себя ведут то есть очень там строители мои например поступили ну на мой взгляд очень благородно они увезли своих работников на дачу то есть подальше от города там их кормят поэт обеспечивают жильем ну понимаешь да что это очень человеколюбивое такое положение при том что 12-130 они за это все равно не получат и ну кто-то там перестраивается с оффлайн деятельности на онлайн деятельности я знаю что мои преподавательские центры они все держат своих преподавателей и кормят их поэт несмотря на то что ну мало денег выплачивает зарплату вот то есть в общем то есть родители все равно продолжают брать ну вот этот круг даже даже давай по ну без цифр без цифр то есть сейчас получается образовательный центр перешел онлайн так родители получается они до этого платили за занятия они сейчас продолжают платить смотри я тебе могу сказать дело в том что у меня же больше идет квартальный учет ну такой вот так как у меня все бизнесы не сильно крупные то я по многим уведу учет квартальный то есть фактически первый квартал мы сделали да он закончился в марте и там все было еще по старому апрель май и июнь что произойдет и какие будут движения денежные я смогу узнать только в июле я могу сказать по например своему личному опыту да ну предположим у меня ребенок сейчас в частной школе как у нас это произошло то есть да безусловно они перевели на онлайн обучение у него идет круглосуточная там работа каждый день кстати я очень рада что у нас все совпало и мы прям за две недели до карантина перешли туда и у нас действительно очень хорошее образование идет по сравнению там с школой общеобразовательной их не учат ну то есть там там просто не учат то есть там не смогли сделать систему чтобы это были уроки плюс ты наверное не знаешь у нас с первого а у нас с первого по двенадцатый мая выходные то есть между майскими вот сейчас школа образовательная не учится потом с двенадцатого по пятнадцатого они учатся а с пятнадцатого все уходят уже на каникулы ну как бы вот да то есть два месяца дети без учебы практически мы учимся соответственно безусловно деньги с нас берут но если обычно деньги платятся с первого по десятое то сейчас это все ну как бы видно я просто общаюсь с людьми сама как я действую то есть это все задерживается затягивается то есть эти потоки они может быть будут но они будут позже и неизвестно все ли смогут заплатить то есть этот момент он все-таки ну по-другому уже работает я думаю что какие-то потери вполне возможно будут я сейчас тоже работаю на проекте где ну продажа идет чуть-чуть вперед да и этот вопрос как удержать баланс чтобы у людей деньги взять чтобы продолжать ну вести проект потому что он изначально задумался как годовой он должен закончиться в августе этого года и каждый период ну там идет продажа заготовок по там пять тысяч ну хорошая цена нормальная цена это как бы недорого вот чтобы человек мог ну сотворить свою собственную куклу короче сложно то есть у людей деньги все равно как бы нужно брать вот потому что иначе это все остановится но с другой стороны и на жалобы как-то не хочется сильно реагировать потому что ну все в странной ситуации ну честно говоря еще по моему ощущению продолжение я думаю что отдача будет позже мне кажется что сейчас ну вот как я вижу все еще идет во многом по накатанному то есть это грубо говоря сделанное заранее планирование финансовых трат и оно как то вот еще пока скользит по инерции я думаю что шибанет ближе к осени ну когда будет возможно проблема с сильной ликвидностью с потерей финансов непосредственно не будет денег тадам тадам тут я хочу тоже про физиков сказать ну не про физиков а вообще потому что мы все люди да я с тобой согласна что по ощущениям да то есть ты сейчас еще идешь по инерции а потом если не перестроить свое поведение то ты провалишься в большую круглую дырку тут у меня палочка не хватает ну короче вот я рада честно что мы начали финансовую грамотность в прошлом году но так активно то есть у нас сейчас ну мы еще и здесь работаем да у нас как бы зарплата все-таки не в рублях пока то есть у нас мы были готовы к тому чтобы остаться без рабочих мест какое-то время и это психологически как бы ну прикольно потому что у тебя и страха меньше и ты как бы ну это все воспринимаешь как приключения скажем то и у нас не остановили предприятия то есть поэтому можно сказать что по сравнению наверное с некоторыми мы в шоколаде но я не хочу чтобы нам завидовали по черному и испортили нам карму мы это сделали сами то есть мы жестко в прошлом году работали с бюджетом и поэтому лично моя рекомендация здесь в эфире если да стрельнет в сентябре скорее всего стрельнет то есть смотрите простая схема да доходов сейчас либо нет либо они уменьшаются так так расходы мы не сможем контролировать все ну в смысле мы не сможем контролировать цены потому что скорее всего будет ну инфляцию никто не отменял она еще может увеличиться будет подниматься цена на импортные товары потому что у нас скакнул доллар евро и уже что-то там короче изменилось да то есть расходы ваши будут увеличиваться соответственно вот эта вот вилка да то есть если кто-то привык шиковать то вот сейчас самое время все-таки перестроиться и начинать испытывать расходы сейчас самое время экономить на путешествиях у меня например шикарно компенсирует одно другое так что все потери закрываются тем что тратить теперь некуда так что вот ну действительно кому так просто кто-то понимаешь все равно продолжает тратить либо например ну я не знаю что мы например сделали сейчас да то есть мы посмотрели что происходит это вот чисто моя такая психологическая отдушина это алиэкспресс я покупаю на алиэкспресс какую какие-то штуки там одежда еще что-нибудь ну то есть я покупаю мы попробовали как бы конечно сократить расходы естественно но поскольку у нас финансовая грамотность у нас есть фонд на вот это все то есть я да уменьшила суммы но тем не менее мы продолжили это делать но если это моя рекомендация тем кто привык к этому каким-то таким тратам вот сейчас пока вы не наберете себе подушку безопасности вообще забудьте о каких-то все что выше пирамиды масло наверное вот еда питье все все остальное ну психологически да надо будет затянуть пояса знаешь ну видишь ты сначала правильно с самого начала твоего эфира ты начала к тому что мы русские и мы уже переживаем не первый кризис и конечно наверное вот населению нашего возраста и старше им у меня такое ощущение что им проще мама у меня вообще на все это плюет говорит происки американцев какие-то глупости какая коронавирус и на самом деле я вот вижу что оно действительно есть у меня ощущение что наверное Россия уже настолько привыкла что нас со всех сторон вот как бы то в одну сторону пнут то в другую пнут то еще что-нибудь придумают что мы уже знаешь так это отряхнулись встали дальше пошли и дай бог чтобы вот как-то плавно все-таки мы смогли это сделать потому что ты же знаешь придумать то можно еще что-нибудь вон у нас сейчас в Москве вводят вот эту вот систему интеллектуального контроля когда по камерам будут считывать информацию о человеке его передвижениях а его финансовый финансовый значит скажи мне слово да подожди как это будет работать ну да а настроение ну то есть ну как бы и тогда да многое может измениться на самом деле потому что если будет полная подконтрольность то мы не выживем не знаю не знаю что тебе сказать потому что мы же сейчас все-таки на белых везде доходах и соответственно у нас все карточки все уже давным-давно все расчеты в электронном виде и я не испытываю дискомфорта потому что ну как бы это и удобно я не говорю про физиков ну хотя на самом деле даже те же карточки это значит что эти в любой момент их могут заблокировать и оставить тебя без каких-либо финансов совсем ты об этом не думала? ой ну нет здесь в принципе это невозможно ну а я как-то вот ну не знаю после всего что происходит не очень доверяю вот так чтобы полностью все держать в электронном виде и кстати у нас был тут большой бум в начале в конце в середине марта наверное ну вот где-то когда началась вся эта терма с карантином народ побежал в Сбербанк в частности снимать свои миллионы так ограничили лимиты правильно? лимиты ограничили на снятие ааа нет насколько я знаю нет не слышала пока у меня лимит остались такие же по крайней мере в моей сберкарте ладно а если вернуться к ИПшникам смотри то есть если людей сейчас загоняют в такие условия но у некоторых может такая ситуация возникнуть что они не смогут расплачиваться с той же срам короче с этими отсроченными налогами и платежами и пойдут брать кредиты либо банкротятся я думаю что банкротятся насчет кредитов кстати тоже дали вроде как какое-то ну по крайней мере вчера я слушала выступление нашего правительства и там дали шестимесячную беспроцентный кредит на зарплату людям тоже в случае условий на получение это это при дотации центробанков всем банкам ну как бы насколько я знаю всем банкам то есть предприниматель может пойти в банк и взять кредит беспроцентный на 6 месяцев для выплаты зарплаты но опять же при соблюдении всех условий и одобрении банка а потом какая-то льгота по отсрочке уплаты процентов ну типа часть процентов вы можете выплачивать позже там две трети процентов ну то есть все опять такое знаешь не особо понятно опять же чем выплачивать позже экономика всех вернется уже к тому на чем она была и я думаю что банкротится сейчас видишь они банкротства сейчас от кредиторов банкротства не разрешено то есть компания сама может подать на банкротство и система насколько я консультировалась со своим адвокатом любимым дорогим система банкротства если ты подаешь сам на банкротство то она проходит легче то есть за банкротство компанию можно фактически списать долги но вытягивать все ну посмотрим посмотрим бизнесы разные кто-то же взлетел вон маски кто-то продает нормально все сотни раз рынок переносыщен уже скоро будет с этими масками но при этом в этих в аптеках их до сих пор нет не у нас везде маски на первых этих на первых прилавках короче заходишь цена такая странная конечно у нас у меня муж купил 50 штук по 40 евро и у нас дома был скандал потому что я то накануне посмотрела это пачка а 50 ну раздели 40 евро на 50 евро маска но если она у тебя одноразовая то ты каждый день это дорого это дорого мы написали друг другу расписку я поделюсь домашней бухгалтерии мы написали расписку что если а кстати это лайфхак делюсь альфия альфия о прикольно смотри если мы сели потому что у меня была истерика это вообще он потратил 70 евро на средства защиты и мы не не оговаривали это да и это было вот прям совсем удар такой для меня ниже пояса ну это да потому что казалось бы это как бы на защиту но с другой стороны я что-то не подумала что он пойдет это и сделает я там промолчала да когда это обсуждали мы написали друг другу расписку подписали что во время кризиса если кому-то хочется потратить сумму больше 10 евро это вносится на семейное обсуждение 10 евро ребята это 700 рублей или 800 рублей это достаточная сумма чтобы мы тоже как бы дети кризиса или студенческие годы кстати хорошо вспоминаются на 700 рублей можно прожить неделю да ладно хлеб и молоко и яйца все годы жила на 300 помнится месяц но сейчас на 700 мне не прожить и дня наверное можно можно поджаться вспомнить студенческие годы и проверить как это яйца на воде морковка лук молоко короче попытаться в этот лимит влезть ну у нас тесно нового эфира как прожить на 700 рублей в неделю я могу научить выращивать лук в стакане зеленый у меня растет правда неделю не меньше надо да не месяц но 700 рублей в месяц это если нас регионы вдруг слышит конечно у кого огород в Москве в Москве финансовой грамотности это я мы уже все рассказали ой там еще Вадим принимайте челлендж 700 рублей неделя я не согласна у меня была подушка безопасности я могу шиковать не хочешь какой у тебя лимит какой у тебя лимит в неделю и 700 рублей в день я у меня я плохо следую твоим рекомендациям у меня несмотря на то что я бухгалтер нет бухгалтеры я веду учет у меня для этого есть есть такая знаешь такая есть профессия да то есть типа ну вы же психолог как вы можете вести себя агрессивно потому что я как раз таки психолог я могу себя вести агрессивно потому что я сообразна своим чувствам и эмоциям я же бухгалтер я же могу ошибаться потому что я знаю как это исправить да спасибо я обязательно буду использовать именно эту формулировку в общем у меня обычно я чувствую цифры нутром и вот я чувствую что есть деньги или нет денег нету денег сегодня в магазине идем вот есть деньги идем в магазин не знаю смотри я посчитала 700 рублей в день это 21000 в принципе да на 21000 в месяц я могу прожить если туда входит питание с сыном плюс туда я как-то рассчитывала туда входит его школьное питание мое питание на работе да в столовой дневное то есть соответственно это все питание входило вот я даже рассчитывала тогда было я правда пару лет назад считала тогда было около 12 то есть туда входил бензин сверху бензин то есть на 21000 я думаю что я вполне могу жить не сильно страдая конечно это не будет путешествие ресторанов которые сейчас закрыты гулянок и прочее да алкоголь я не пью это большой экономия кстати рекомендую курева тоже если посчитать очень дорого стоит рекомендую по наркотике нет это я там вспомнила одну статью 18 плюс у нас на на портале тоже то есть есть такая область самозанятых скажем так которая сильно страдает это девочки возле вокзалов там периодически пишут про них новости в этом у нас в газете я так за них переживаю сладкое экспенсив не сладкое входит в 21000 сладкое мы себе не отказываем сладкое сгущенка банки стоит 68 рублей плюс-минус ее сварить и можно есть неделю а кому как кому как не надо сладкое ложками нужно потихоньку думать о здоровом питании о фигуре о животике пиво тоже убрать это не сладкое и сгущенка у меня уходит гораздо больше если к ней сына не подпускать если сына подпустить то да можно пару секунд я знаю лайфхак как это если конечно кто-то хочет если вы хотите съесть сгущенку медленно то нужно банку каждый раз убирать в коробку потом еще в коробку еще в коробку как у Кащея яйцо убирать в шкаф каждый день просто и зарядка да берешь вытаскиваешь коробку из нее еще коробку и там сгущенку ешь короче приключение можно вполне тоже варенье ну да но здесь зависит от качества от количества съеденного Катя привет мы говорим о финансовой грамотности как не помереть в кризис сгущенку кстати к теме у Насти челлендж 700 как прожить на 700 рублей в неделю у меня челлендж как прожить на 700 рублей в день это Москва против регионов подмосковья откуда вы я же рассказывала этот анекдот встречаемся мы в Таиланде на пляже ребенок увидел первого русского счастливо бросается к нему в море и говорит ай вы откуда они говорят мы из Владивостока я из Подмосковья какая разница и смех и грех короче просто я черный юмор я понимаю но если не смеяться то будет вообще грустно и сложно короче уже плавно идем к завершению ребята ешьте аккуратно ешьте не по многу экономьте инвестируйте инвестируйте в себя но в себя то что вы можете потом монетизировать поймите разницу между пассивом и активом кстати не все понимают что такое пассив и актив иногда знаешь берут деньги идут покупают новый телек а нафига да если ты можешь подумать что ты можешь ну в актив перевести по поводу пассивов активов будет у меня отдельная лекция специально тоже запишусь записывайся да мы тут ходим мимо гаражей гулять сейчас же ну не поедешь у нас гаражи вокруг вот так вот у кого-то там актив потому что у него машина стоит а у кого-то пассив я вот принесу фотки оттуда наглядно очень потому что там налоги платятся а там такой бардак короче железо стоит и еще открывайте компании не бойтесь светлого будущего приходите ко мне на бухгалтер сопровождения подожди ты не убегай у меня такой козырный вопрос для всех спикеров да совет это понятно что ты посоветуешь людям которые на карантине кроме как открывать компанию и начинать просто и покупать варенную сгущенку кстати вот че че что-то там сноц если есть сгущенку вареную пальцем вкуснее и медленнее уходит давай что ты пожелаешь людям на карантине и сразу если что покаясь отключимся я желаю людям на карантине начать рисовать о очень умиротворяет очень умиротворяет жизнь начинает играть новыми красками и если еще поставить какую-нибудь сказку слушать параллельно то о карантине забывай лайк всем пока смотрите эфир записи в на